Здравствуйте всем и добро пожаловать. Спасибо, что посрединились сегодня к нам. Мы рады вас видеть в этом пятом эпизоде серии образовательных вебинаров «Клебопеки Мукамо» организованный Shopping Technologies. Как небольшое напоминание, кто мы, Shopping Technologies является компанией, которая входит в состав восьми брендов компаний, входящих в холдинговую группу KPM Analytics. И целью данных серии вебинаров сегодня – это показать вам, поделиться с вами, поделиться с мукомолами, хлебопеками, а также в целом со всеми людьми, которые заинтересованы в секторе зерновой промышленности определенными ключами, знаниями, опытом по уговоре и размышлению о контроле качества при работе с мукой и тестом. Прежде чем перейти к сути вопроса, я вам дам некоторую практическую информацию об этом вебинаре. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Жигунова Анна, я являюсь специалистом по прикладным применениям компании Shopping Technologies. И от имени всей компании Shopping я буду сегодня вашим спикером и буду презентовать данную презентацию. Эта презентация продлится около 30 минут, после чего я постараюсь ответить на все ваши интересующие вопросы. Вы также можете задавать ваши вопросы, используя ячейку Question & Answerers в Zoom. Если у меня будет недостаточно времени или у вас появятся вопросы после вебинара, не стесняйтесь обращаться, я и мои коллеги также свяжемся с вами по тому адресу, который вы предоставили при регистрации. И самое последнее, данный вебинар будет записываться, поэтому вскоре вы также получите ссылку для доступа к этой записи, чтобы вы могли подробнее посмотреть или вернуться к любым пропущенным или интересным моментам, а также заинтересоваться с вашими коллегами или друзьями, которые будут заинтересованы в нашем данном вебинаре. Это было несколько организационных вопросов, и теперь без лишних слов давайте начнем данный вебинар. Сегодня мы поговорим с вами о замесе и как освоить этот ключевой этап процесса выпечки. Цель этой презентации стоит в том, чтобы вернуться немного к истокам, чтобы понять, рассказать, что такое замес, как он работает, какая у него функция, какие проблемы связаны с процессом замеса, как узнаться и удостовериться, что тесто является достаточно замешанным, что произойдет, если, например, тесто будет недомешано или перезамешано, и тем самым предложить вам разные идеи, инструменты, решения для того, чтобы контролировать данный процесс, и чтобы этот процесс соответствовал вашим ожиданиям, которые помогут вам продолжить хлебопекарный процесс без особных трудностей и получить готовый конечный продукт в соответствии с вашими требованиями. Если мы немного контекстилизируем эту тему, то есть выпечка является довольно многогранным процессом, потому что если вы производите хлеб или булочки, или хлеба для сэндвичей, кондитерских изделий, процесс, конечно же, будет отличаться в зависимости от своей рецептуры, в зависимости от оборудования, тестомесов, разных машин, и также техническому процессу, то есть сколько у вас производственных линий, какая у вас температура на производстве и так далее. То есть довольно многогранный. Но несмотря на это, независимо от того, какой продукт вы производите, основные этапы являются неизменными, и они присутствуют в любом процессе выпечки. То есть мы начнем с процесса добавления ингредиентов, гомогонизации, то есть когда мы смешиваем сухие и мокрые ингредиенты, воду с мукой, мы способствуем такому вот гомогонизации продукту. Затем, например, мы продолжаем процесс отлежки или брожения теста, то есть перекидываем. Это будет зависеть тоже у нас от качества самой клейковины, то есть отлежка поможет нам улучшить набухание клейковины, способствует равномерному распределению дополнительного сырья в массе теста, и также облегчит формовку заготовок. Вот. Потом, например, мы перейдем на процесс растойки, да, то есть взаимосвязь от вашего процесса. У некоторых растойка есть и до формовки, и после формовки. У кого-то одна растойка, в основном у кого-то две, то есть это в зависимости от продукта, который производит, и требований. Но этот этап будет присутствовать в хлебопекарном процессе. Затем у нас идет процесс поразжения, который будет сформирован, порядок готовый продукт, который вы хотите получить. Потом у нас есть формовка, да, то есть мы получим созревшее тесто, да, мы сформируем в специальных машинах, и откуда выходит у нас продукт, в зависимости от формы, которую мы хотим получить, да, то есть это будет или вытянутое более тесто для багета, или круглые лепешки для пиццы, маленькие, большие в виде круассана или какого-либо другого продукта. То есть как только эти тестовые заготовки будут готовы, их надо будет выпечь обязательно для того, чтобы они стали съедобными. То есть в конце процесса выпечки его также, тестовые заготовки нужно будет охладить, упаковать и доставить потребителям. Подведя итоги, что можем сказать, что процесс, хлебопекарный процесс довольно разный, зависит от производителя, зависит от желаемого готового продукта, но все эти важные этапы, ключевые этапы мы можем найти повсюду, такие как замес, растойка, формовка и выпечка. И несмотря на эти основные этапы, есть первый этап, это стадия замеса, который имеет огромное влияние на все последующие этапы. Это довольно важный этап, этот этап является таким, как называемым, двигателем или фактором, который оказывает огромное влияние не только на конечный продукт, а также на все последующие этапы хлебопекарного процесса. Если, например, тесто хорошо замешано, соблюдение всех условий, параметров, как оптимальное водопоглощение, температура теста и так далее, это означает, что довольно половина работы уже сделана, уже выполнена. Это гарантирует, что ваш процесс будет проходить довольно гладко, без каких-то огромных, больших проблем на линии производственной. И в конечном итоге вы получите хорошее тесто, которое будет соответствовать ожидаемому как внешнему продукту. Теперь мы вернемся немножечко с истоком, чтобы понять, как получить тесто. Мы вернемся на кухню, как говорится. И что нам нужно для этого? Это, конечно же, смешивание всех сухих ингредиентов, это мука или другие ингредиенты, как соль, сахар, дрожжи и так далее. Мы свешиваем это с водой и, конечно, применяем некую энергию для формирования этого теста с текстурой и консистенцией, которая соответствует нашим ожиданиям. Это, конечно, будет консистенция зависеть от того, какое изделие мы хотим сделать и при каких условиях мы ее получим. То есть мы получим тесто более эластичное или более растяжимое, или более упругое. То есть характеристики теста, они будут довольно сильно отличаться от продукта и от способа изготовления данного изделия. То есть если мы пытаемся пройтись по деталям, подытожить, то есть какова функция замеса и какова цель формирования теста во время замеса, то есть он будет довольно краткий. Сначала это будет комбинация всех, как мы видели, сухих ингредиентов, как мука и других ингредиентов, там дрожжи, например, если мы говорим о сухих дрожжах, соль, сахар и так далее. То есть это будет первая фаза такой коммунизации. То есть затем вторым этапом это будет добавление воды. Когда мы добавим воду, мы сможем сформировать структуру, сцепить эти разные элементы между собой, чтобы получить тесто с заданной консистенцией и желаемыми характеристиками. Еще один важный этап, который мы часто пренебрегаем, это фаза, в которой будет происходить развитие будущих альвеол. То есть это аэрация теста, насыщение теста воздухом. Важно то, что на этом этапе во время замеса мы насытим тесто воздухом, и этот воздух, который представляет собой небольшие ядры воздуха, будут создавать будущие альвеолы. То есть они будут развиваться на стадии процесса борозжения. И тем самым, например, если у нас будет отсутствовать вот эта вот аэрация воздуха теста на этапе замеса, мы можем производить сколько мы хотим газа во время брожения, но тесто не поднимется. Поэтому этот этап является довольно важным, важным этапом насыщения теста воздухом, который будет создавать будущие альвеолы, следовательно, заставлять тесто подниматься. И, конечно, все же эти этапы, такие как гомонизация ингредиентов, создание каликовинной сети, аэрация теста, они нуждаются в определенной энергии, то есть главным образом механической энергии для замеса, для того, чтобы создать этот набор элементов для формирования теста и получения системы с заданными свойствами. Как мы видели, как я вам уже сказала, что именно функциональная стадия процесса замеса едина, но в зависимости, какой продукт мы хотим получить, то ли это будет круассан, то ли это будет багет, или печенье, или лепешка, процесс замены будет разный, потому что мы будем искать определенную консистенцию, более жидкую, менее жидкую, более твердую и так далее. И тем самым у нас будут разные условия замеса. То есть это довольно логично. То есть если у нас задается вопрос, одинаковый лицет замес для этих продуктов, конечно же ответ будет нет, потому что мы ищем, у нас разная цель консистенции в конце замеса. Что иногда кажется более сложным, это что, например, для одного продукта, как здесь, например, круассан из разных стран, то ли круассан из Франции, или из Украины, или из Италии, или из Греции, конечный продукт будет разным. Потому что у нас будет в каждой стране устраиваются разные ожидания от продукта. Например, во Франции мы хотим с золотистой корочкой, более округлый, более пушистый. В Греции, когда это будет наиболее, как бы меньше по форме круассана, более долгий и так далее. То есть у нас будут разные ожидания от этого круассана, который мы хотим получить. И так же само, например, в одной же стране круассаны одного производителя другого будут отличаться. Возможно, из разных ингредиентов, муки разного качества, разных линий производства, оборудования, но он будет отличаться. Следовательно, что мы можем сказать, что в зависимости от типа продукта, процесс замеса нужно будет адаптировать, в зависимости от того, что мы хотим получить. И поэтому это довольно редко, что мы можем встретить один тип замеса, в целом абсолютно идентичный. То есть это все говорит о том, что нужно будет прийти к тому, чтобы адаптировать и управлять этим процессом замеса, и чтобы найти определенный оптимальный процесс замеса, который будет адаптирован к каждому производителю по каждой необходимости и к каждой линии производства. Как мы видим, эта стадия замеса является довольно важной, и нужно ею управлять. Когда у нас стоит вопрос, с которым мы начинаем спрашивать, а что случится, если, например, мы не домешаем тесто или перезамешаем? То есть если мы начнем искать немножечко информацию в литературе, то глобально, если мы не замешаем тесто, то тесто становится, конечно же, более твердым, у него малой эластичности. Также у нас происходят довольно плохие последствия на производство становения, потому что его будет сложно добавить в форму. То есть также тесто будет холодное. Что это означает? Это означает, что дрожжи, которые будут присутствовать в тесте, будут работать более медленно. И что будет давать меньше углекислого газа? А если мы бы замешали его оптимально, этого было не случилось. Следовательно, эти моменты, которые, проблемы, которые мы встречаем в тесте, они, конечно же, произойдут потом в конечном продукте. И это, конечно же, будет плохой объем, плохое удержание газа, так как окончательное развитие сильно не произошло. Плотный твердый мякиш, потому что у нас была плохая рация теста, и также у нас криковинный каркас не успеет именно сформироваться. В результате тесто будет плохо подниматься, не образоваться вот эта наша панировочная крошка, которую мы ожидаем, и будет нарушаться процесс замес, погружения. И наоборот, если мы дали много энергии, если мы перемешали тесто, мы будем наблюдать, что тесто слишком влажное или липкое, что приведет к проблемам с его эластичностью, трудности с процессом, то есть оно будет прилипать к производственным линиям, и с процессом будет довольно сложно справиться. Растойка будет также проводить процесс выражения с большой скоростью, то есть будет активироваться дрожжение, дрожжей увеличивается с температурой. И еще раз все эти воздействия, которые будут обнаружены при замесе, будут перенесены на конечный продукт. И мы получим несколько последствий в виде теста с плохой симметрией, чрезмерным объемом, большими пузырьками, большими альвеолами. И, конечно, это не будет соответствовать тому, что ожидает производитель и потребитель. Все это еще раз говорит о том, что чрезмерный недостаточный замес может повлиять не только на конечный продукт, но также на другие процессы выпечки, которые также, следовательно, повлияют на конечный продукт. Хорошо, то есть вопрос есть в том, как контролировать процесс замеса. Есть ли у нас параметры, которые влияют на этот процесс? Разные источники утверждают, что несколько параметров могут повлиять на процесс замеса. И это зависит, первое дело, например, от типа тестомеса, в зависимости от какого он типа, формы, мощности, конструкции, горизонтальный, он высоскоростный, низкоскоростный, непрерывный и так далее. То есть этот процесс замеса будет происходить довольно по-другому, и он повлияет на конечный продукт. Другим параметром является, конечно же, это количество воды, которую вы добавляете. Если вы добавите меньше или больше воды, вы получите тесто разной консистенции, которое будет вести себя довольно по-другому. То же самое с температурой. В замесе интенсивная механическая операция, при которой выделяется тепло во время трения об органы миксера. И это повышение температуры, оно превращается в некоторое тесто массы, и ваше тесто будет довольно холодное и горячее, которое будет влиять дальше, по-моему, на активность дрожжей. Следующий аспект – это, конечно же, качество муки. Качество муки будет влиять на время замеса и также рецептура. Например, добавление соли, сахара, жира будет тоже влиять на процесс замеса. То есть чем больше ингредиентов, тем больше, например, будет время смешивания и так далее. То есть это основные факторы, которые могут повлиять на процесс замеса. Но есть и другие, например, как окружающая среда и так далее. Это означает, что процесс замеса не так уж и прост. Мы думали, что нужно просто смешать воду с мукой и все. Ну, поэтому он зависит от всех условий. То есть если все условия были соблюдены, процесс замеса прошел хорошо, то тесто будет соответствовать или не соответствовать нашим ожиданиям. Как узнать, хорошо ли сформировалось тесто после замеса? Что мы видим? У нас оператор, например, производственной линии, тестирует тесто вручную, то есть он трогает его пальцами, рассматривает консистенцию, затем оценивает его прочности, старостяжимость, эластичность и так далее. То есть оператор оценивает свою работу. Но есть и лимиты этого оценки, этой сенсорной оценки, при которой человек, который выполняет свой тест, он оценивает свою же работу. Это крайне субъективно. То есть, например, для одного оператора это может быть хорошо, для другого это может быть плохо. То есть где нанести эту истину? Даже независимо от того, что, например, один оператор, если день у него прошел плохо или хорошо, если он тебя хорошо или плохо чувствует, он будет иногда оценивать, возможно, по-разному. Еще один важный аспект, что это довольно не точно и требует, сильно зависит от эксперта. То есть представим, сейчас у нас на больших производственных линиях есть эксперты, которых 20-30 лет опыта, которые стараются определить, то есть являются главными инженерами, которые определяют качество продукции, а что сайты, если, например, их не будет, если кто-то пойдет на пенсию или что-то случится и так далее, мы потеряем вот этот вот ноу-хау, мы потеряем эти знания человека, эксперта. То есть это все сдает впечатление, что это очень... Также тесто, как бы делать этот тест, он является довольно долгозатратным, довольно, как сказать, как я уже сказала, затратным, и этот оператор должен быть довольно хорошо обучен. И самое последнее, это, конечно, у нас появляется так граничное понимание в конце, когда хорошо, мы увидели, что тесто липкое, мы увидели, что оно слишком растяжимое, мы увидели, что оно слишком упругое. Почему? Почему оно липкое? Возможно, мы добавили много воды, возможно, что-то другое. Есть многократные параметры, которые могли повлиять на этот процесс. То есть это довольно лимитированное, то есть нам не дают информацию, эта оценка, чтобы понимать о причинах. Все эти небольшие моменты указывают на пределы этого метода. Что же тогда делать, как улучшить этот метод ручной оценки? Мы будем практически следовать тому же принципу. Мы будем тестировать тесто в конце замеса, но не при помощи сенсорной оценки, связанной с оператором и его объективностью, а при помощи таких эрологических инструментов, как, например, Mixelab, Alivealab, реферантометр. И это то, что я постараюсь немножечко объяснить на нескольких примерах и показать и рассказать, как это работает. То есть нам нужна первым делом определенная стратегия для анализа теста. В функции, например, устройства мы можем давать некоторые корректировки в зависимости от того, что вы ожидаете, от ваших параметров и так далее. Но стратегия становится такой же. Первое – это мы берем пробу, тестовую заготовку в конце процесса замеса, мы анализируем при помощи эрологических приборов и затем мы создаем наши спецификации. То есть, если этот продукт соответствует требованиям или нет. То есть, как это происходит, например, вы проанализировали ваше тесто и в конце вы получили хороший готовый продукт, вы связываете тесто с хорошим продуктом и говорите, например, при этих параметрах, это довольно сложно, как мы делаем спецификации на производстве, при этих параметрах мы хорошо соответствуем даже данным требованиям, это хорошее тесто, значит, у нас не возникнет каких-то проблем на производственной линии и в крайнем случае мы получим хороший конечный продукт. если это вне спецификации, это не соответствует тому, что мы хотели получить, мы получаем плохое тесто и, возможно, получим плохой готовый продукт. Но благодаря этому мы сможем, например, если понимаем, что что-то не так, мы можем что-то добавить, что-то изменить для того, чтобы, конечно же, в конце не получить огромных раков. И как мы можем это делать? Первый параметр, который мы хотим, например, контролировать во время замеса, это будет, конечно, консистенция теста. Это то, что оператор проверяет своими пальцами. То есть, чтобы оценить, соответствует ли эта консистенция тому, что он ожидает. И одно из этих устройств, которые поможут нам это сделать, это, конечно же, Mixolab. Я думаю, что те, которые знакомы и незнакомы, я еще раз повторю, что Mixolab является записывающим тестомесом, который измеряет консистенцию теста, логические свойства теста и прогнозирует поведение теста в процессе производства в цикле нагрева и охлаждения. Если, конечно, вам нужна более подробная информация, вы спрашиваете, вы также можете связаться с нами, мы будем рады вам рассказать более подробно или просто посетить наш сайт, где вы можете найти эту информацию. Итак, вернемся к нашему Mixolab. Как мы будем действовать? То есть, мы берем, как я сказала, тестовую заготовку в конце замеса, мы растягиваем ее немножечко и помещаем в, например, Mixolab и мы получим в кривую. Кривая, конечно, будет зависеть исходя информацией, которую вы ищете, то есть, протоколы, которые вы адаптировали и так далее, в вашем спецификации. То есть, мы определим, хорошее это тесто или плохое. Я попытаюсь проэлистировать более подробно на нескольких примерах. Это, например, производитель, который обратился к нам, у него была проблема на производстве, потому что иногда тесто, которое получалось, оно получалось довольно разным и в конце у него получался разноконечный продукт. Это производитель пончиков, и он попросил при помощи наших приборов проанализировать свою линию производства и определить, как получить хорошее тесто для его конечного продукта, соответствующего его ожидания. И после нескольких анализов он понял, что для хорошего пончика требуется с точки зрения может быть его цвета, в зависимости от какого конечного параметра он отталкивался, то есть от точки зрения цвета, размера, формы, трещин, толщины, то есть требует консистенции от 0.69 нм до 0.80 нм. И он создал свои целевые профили. То есть он понял, что если, например, мы будем выше или ниже консистенции, в основном он получал в очередной консистенции, у нас будет вне спецификации, не будет соответствовать, мы получим плохое тесто, и в конце мы получим плохой конечный продукт. А если, например, он будет в этом, этот продукт будет соответствовать, значит у нас не будет никаких проблем на производстве, и также мы получим хороший конечный продукт. То есть благодаря прибору мы смогли предвидеть любые колебания в качестве пончиков, которые последние тесно связаны именно с поведением теста во время производства, и оно нам дает само представление, объективное понимание о консистенции, которое мы можем также предвидеть, если тесто, например, плохо сформировалось и, например, пройдет следующий этап. Еще один очень интересный пример, что часто для производства одного и того же продукта можно использовать разные производственные линии. И это то, что происходит. Мы думаем, что, например, если мы смешаем разную муку и разные ингредиенты, того же процесса замеса будет достаточно. Но, к сожалению, нет, потому что, например, если у нас находится, мы хотим получить один конечный продукт, а у нас две производственные линии, благодаря анализаторам как Миксолаб мы понимаем, что оказывается, что продукт на одной технологической линии дает разную консистенцию, чем другой продукт. Один у нас, например, продукт на линии А более плотный, более устойчивый, чем, например, на линии Б. И то есть, благодаря этому мы можем понимать, что, окей, благодаря этих двух линий мы получаем немного разной консистенции продукта, нам нужно немножечко адаптировать, для того, чтобы получить финальный конечный продукт. То есть, это доказательство того, что каждая линия и каждый процесс уникален. И это необходимо активировать и контролировать благодаря инструментам, благодаря решениям, которые являются приспособлены для этой задачи, для того, чтобы контролировать эти разные процессы консистенции теста на протяжении всего процесса, для того, чтобы получить стабильный конечный продукт. Также мы можем контролировать различные рецептуры при помощи Микселаба. В последнее время мы можем наблюдать довольно большую тенденцию в Европе. Это интерес к безглютеновым продуктам, потому что мы хотим питаться довольно здорово, хорошо. Этим примером я хочу показать, что, например, мы взяли три разные рецептуры в зависимости, где у нас есть подсолнечное масло, где у нас есть сливочное масло и так далее. Мы решили проанализировать и посмотреть, является наш процесс замес одинаковым. И мы, если сосредоточимся больше на части, на первой части до 10 минут на процессе замеса, он нам даст понимание, что вроде бы у нас различные рецепты, и мы получаем не одинаковый ответ. То есть у нас довольно широкий гипотезон поведения теста. У нас разная получается консистенция, времяобразование, стабильность, максимальный крутящий момент и так далее. И тем самым мы можем сказать, что благодаря Мексалабу мы можем оценить свойства замеса безглютеновых продуктов, чтобы для того, чтобы обеспечить регулярность в соответствии разных видов сырья. Но в глобальном масштабе это решение можно даже использовать для различных формулировок. Например, если мы хотим уменьшить количество сахара или увеличить количество сахара или соли или других ингредиентов. То есть мы видим, что данный прибор является потенциально универсальным и может быть протестировано с различными группами рецептур продуктов. Теперь мы поговорим об управлении процесса замеса при формовке. То есть мы видим, что в зависимости от характеристик замеса изменяется также вязкоупругие свойства. Когда мы видели оператора растягивал тесто, смотря его эластичность, растяжимость, упругость. И мы видим, что это довольно важный критерий, который уже подлежит большому влиянию в зависимости от этих свойств. Это является этап формовки, когда мы формируем наши тестовые заготовки. Поэтому для нас было бы таким идеей интересно взять тесто в конце замеса и эвалилировать его вискоэластичные свойства при помощи специальных инструментов. И таким одним из инструментов является, конечно же, Оливиалапа. Я думаю, что вы уже довольно знакомы с этим оборудованием. Я еще раз повторюсь, это оборудование принципом является того, чтобы я формирую тесто, я режу его, распределяю на тестовые заготовки, я добавляю воздух, то есть выдуваю в пузырь. И в зависимости от характеристик этого пузыря мы можем охарактеризовать тесто с его вискоэластичными свойствами, как растяжимость, упругость, хлебопекарная сила, эластичность. И эта важная информация даст нам охарактеризовать данное тесто. Итак, перед тем, пока показать вам следующий пример на оливиолабе, просто хочу сказать, что мы находимся в стадии ресерча. Мы еще полностью не оптимизировали данный метод, но мы довольно уверены, что в ближайшее время мы это сделаем и с вами прокоммуницируем. То есть, эта идея заключается в том, что то же самое, берем в конце замеса тестовую заготовку, кусок теста, мы помещаем в анализатор, анализируем при помощи оливиолаба и делаем заключение, что, например, какие наши характеристики вискоэластичное тесто присутствуют. И соответствует это ожидания или нет. Мы протестировали, сделали 3-4 разных протокола с разным временем замеса от 6 до 12 минут и пришли к такому выведу, что в зависимости от времени замеса мы получаем разные вискоэластичные параметры, разную растяжимость, разную упругость. И глобально чем дольше мы замешиваем, тем больше мы уменьшаем растяжимость теста и тем больше мы снижаем также консистенцию теста. То есть благодаря этому мы можем контролировать также разные временем замеса и смотреть и оптимизировать для наших рецептур. Как мы уже даже видели важность консистенции, разных важностей вискоэластичных параметров, как эластичность, упругость, растяжимость. Есть еще один также параметр, который я упоминала на первых слайдах о влиянии замеса, это жиростойка. Качество замеса довольно сильно имеет влияние на процесс брожения и растойки. Если тесто было хорошо или плохо вымешано, эффективность дрожжей будет снижена или повышена во время брожения. То есть будут разные характеристики, следовательно, это повлияет на характеристики конечного продукта, например, на структуру мякиша или объем. То есть в конечном итоге, если дрожжи будут работать по-другому, и, например, я произведу не то количество газа, которое ожидается, тесто будет не иметь не те вескоупругие свойства, которые мы хотим, например, колековина не будет удерживать газ, то есть мы получим нежелательный объем конечного продукта. И для контроля этого процесса у нас есть инструмент, который идеально проходит для этой задачи, чтобы анализировать газообразующую и газоудерживающую способность, которая непосредственно повлияет на объем хлеба, это реоферментометр. То есть в принципе тот же самый, мы берем кусочек теста, помещаем в прибор и даем ему развиваться некоторое время в течение теста, тестирования, и в конце мы получим важную информацию о развитии теста, об удержании газа и об производстве газа. Итак, сейчас покажу вам еще один пример, который поможет нам в более конкретные понятия, о чем я говорила. То есть в зависимости от времени замеса поведение теста различается с точки его, как я сказала, газообразующей и газоудерживающей способности. То есть если замес проходил более длительное время, конечный объем будет повышаться и, например, газообразующая и газоудерживающая способность будет различаться между собой. Мы сделали небольшое исследование, которое нам показало в глобальном плане, что в зависимости от времени замеса, 6 или 8 минут, мы делали 6, 8, 10 минут, реакция в ответ в порядке брожения была разной. То есть если мы замешивали более длительное время, конечный объем был немного, увеличивался, производство газа, удержание газа было совсем другим не то, что ожидало, то есть у нас производило больше газа, и оно удерживало больше газа. То есть это все, все параметры мы могли контролировать, посмотреть, для того, чтобы, например, в будущем для разных клиоперских заводов адаптировать и найти оптимальное время замеса для конкретного конечного продукта. Таким образом, это я показала вам небольшие примеры, которые говорят о существовании данных энергетических приборов, которые помогут объективно и инструментально оценить качество теста в конце процесса замеса. То есть это является действительным ключом для процесса выпечки, для того, чтобы процесс протекал без колебаний, без каких-то либо трудностей, для того, чтобы получить желаемый конечный продукт. И мы как большое заключение подведу, что разные действительно проблемы, которые могут происходить на производстве, как непостоянный мякиш, рухнувшая верхушка хлеба, плохая симметрия, большой маленький объем, все это может быть из недозамеса и перезамеса. Это, конечно, приводит к таким техническим проблемам производства, которые имеют огромный экономический эффект на производстве и также на получение нежелаемого конечного готового продукта. Но у нас есть адаптированные решения, которым я уже до вами поделилась, то есть в вашем распоряжении это наши реологические приборы для анализа не только зерна, муки и теста. и также так как мы являемся одним из брендов КПМ Analytics, у нас есть также другие бренды, которые помогут вам также сделать объективную количественную оценку на производстве, которые являются также ключом к успешному производству, то есть, например, мы можем понять, какие интересующиеся у вас параметры необходимо проверить на готовом продукте, это является ли объем или количество разных, например, зерен на готовом продукте, как это объективно определить, соответствуют ли продукты требованиям, как обеспечить стабильное качество продукции в разных партиях, группах и на разных участках, как снизить или сэкономить затраты, да, или потери, и простой, конечно, эффективный способ это достичь этого, это использовать оборудование Vision, да, это как SiteLine, iPro и другие оборудования, то есть, если вас заинтересует, не стесняйся обращаться к нам. И, как я вам сказала, что ассортимент довольно у нас большой, мы предлагаем разные решения для в зависимости от ваших объективных параметров, да, то есть, если вас интересует более водопоглощение, это будет, конечно же, Mixolab, да, или Aliveolab, консистенция теста, например, Mixolab или Aliveolab, растяжимость, эластичность, эластичность тоже будет нам интересующей при помощи Aliveolab, и если, например, вы захотите характеризовать ваш процесс замеса, растойки, также адаптировать, также посмотреть различные рецептуры, это тоже есть прибор реофернометр, который поможет вам с этим. То есть, вы также не стесняйтесь зайти на наш сайт, у нас есть довольно разные статьи, которые помогут для разных производств, например, производства лепешек, мы предлагаем решения для производства крекеров, курассанов и так далее, много литературы и обращайтесь просто к нам. Благодарю за ваше внимание, на этом я заканчиваю эту презентацию, сейчас я, конечно же, готова ответить на все ваши вопросы, если я не успею ответить сегодня, и если у вас появятся вопросы после этой презентации, свяжитесь с нами, конечно, с sales собачка kpmonalysis.com и мы будем рады, конечно же, вам ответить. То есть, вы можете сейчас использовать раздел Кожан и Нансварес в Zoom для того, чтобы задать все ваши интересующие вопросы. Итак, я посмотрю, есть ли у нас есть какие-то вопросы. Итак, универсальный протокол для оборудования, сколько по времени он занимает? На этот ответ, конечно, вопрос я отвечу, это в основном зависит от оборудования, которое вы хотите использовать, то есть, то ли это MixLab, или AliveLab, или Reaffentometer, то есть, это зависит именно от вашей цели. Например, вы хотите контролировать данный параметр, вы хотите контролировать после протеза замеса, перед растойкой, после растойки, то есть, это действительно зависит от вас, и это настраивается в зависимости от продукта, который вы хотите получить. так что, а по времени, это тоже, говорю, зависит от какой-то прибора. Например, если вам только нужно узнать консистенцию теста в MixLab, первые 3-4 минуты, вы можете увидеть эту картину и понять, как, например, тесто ведет в данном процессе. Есть ли другие вопросы? Могу ли я получить данную презентацию? Данную презентацию вы увидите по ссылке, которую мы пришлем сразу же после вебинара, то есть, на этой неделе, в конце этой недели или на следующей неделе вы сможете пройти еще раз и просмотреть интересные ваши вопросы. Итак, я так и вижу, что у нас больше вопросов нету. Я вас благодарю за внимание и приглашаю вас на следующий вебинар, который у нас состоит в следующем месяце. Это будет вебинар по формовке. Регистрируйтесь, задавайте ваши вопросы, готовьте ваши вопросы, мы будем рады вас видеть. Еще раз благодарю вас за сегодняшние вебинары и надеюсь увидеть вас в следующий раз. Спасибо огромное. До свидания.